добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о дисциплинировании еще одна тема она достаточно важна особенно для верующих людей мы говорим о духовной дисциплине наши дети должны не просто знаете быть бездумными последователями за нами в церковь но они должны быть теми людьми для которых отношения с богом являются таким же органическим такой же органической составляющей жизни как и для нас вернее я бы знаете сказал так для ваших детей отношения с богом будут настолько же реальными настолько же живыми и гармоничными насколько они живы и гармоничны для каждого из Мы, конечно же, хотим, чтобы дети были верующими, мы хотим, чтобы наши дети были теми, кто исполняет заповеди. Нам очень хочется научить их благочестию, честности, верности и так далее. И приучить их к чтению Писания. Но если вы сами этого не делаете, то я сомневаюсь, что ваши дети будут поступать так же. Однажды в гостях у нас был один известный христианский исполнитель, в воскресенье он должен был служить у нас в церкви, и он ночевал у нас. Утром воскресенья я ушел в храм, потому что нужно было подготовиться и так далее. Но он остался еще дома, моя супруга его покормила, и он пришел за полчаса до начала службы. Когда он пришел, у нас был очень интересный с ним разговор. Он сказал, послушай, Александр, я не понимаю, что происходит. Почему твои дети просыпаются утром, и я вижу, как они читают Библию, и тебя нет, никто не бегает за ними. Мне приходится постоянно ходить с палкой, грубо говоря, за своими детьми и заставлять их, чтобы они брали в руки Библию. Но я задал вопрос твоему сыну, и спросил его, почему тебя папа заставляет, у вас какие-то там строгие правила на эту тему. И мой сын ответил тогда, он сказал, мы делаем это, потому что это делает наш папа. Вот когда мы хотим, чтобы духовная дисциплина стала частью жизни наших детей, они поступали правильно, они читали Писание, они регулярно молились, они искали Господа, были в церкви активными, вовлеченными в максимум деятельности. Нам необходимо просто быть примером для них, не заставлять их через какие-то, знаете, манипуляционные или силовые методы, а увлекать за собой. Тем более, что Христос повелел нам, чтобы мы приобретали последователей, а не гнались там. Субтитры сделал DimaTorzok